здравствуйте меня зовут наталья родомская и я сегодня вам расскажу о том как достичь успеха тема очень интересная я веду эфир прямой кто будет смотреть не в ю тубе там будет в записи но в записи можно ставить вернее задавать свой вопрос куда-то ставить доставить прямой эфир можно задавать свой вопрос мне я буду на вопросы все отвечать вам совершенно бесплатно эта тема как достичь успеха она важна абсолютно для всех кому она не подойдет не подойдет тем кто не живет на планете земля не подойдет тем кто собирается вести отшельнический образ жизни например монастырь если вы собираетесь жить в лесу это видео вам не подойдет для всех остальных подойдет как достичь успеха в личной жизни в работе в бизнесе в блогерстве если вы хотите чтобы ваши ролики были популярными если хотите достичь успеха то сегодня я буду проводить такой эфир такой видео урок если так можно сказать в этом видео уроке будет очень очень много всего интересного давайте я расскажу немножко о себе чтобы вы понимали и потому что здесь могут быть те кто меня видит впервые я знаю что есть те которые мне смотрят постоянно но все-таки я представлюсь меня зовут наталья радомская я психолог парапсихолог асомнолог я много лет занимаюсь учением снов также и писательница телевизионный эксперт я принимаю участие в различных ток-шоу пишу сценарии пишу свои книги не только для телевидения также я являюсь экспертом и у кого есть телеканал тв3 кто живет в россии смотрит такой мистический канал тв3 вот я там работала над сериалом с но я была главным экспертом все сценарии проходили через меня я одобряла и собственно говоря благодаря мне и еще двум человеком и защитили этот проект и этот фильм все-таки был создан его хоть показывали в россии но снимали его в киеве и так что в чем еще хочу вам поделиться по секрету всему свету рассказать в 2019 году я получила диплом за свою авторскую передачу агентство сновидений на международном интернет кинофестивале star independent и также а в 2013 году я презентовала свою книгу 3d роман дороги также я издала свой сонник в этом году я его усовершенствовала добавила новых символов и вот так провожу консультации тренинги прямые эфиры обучаю людей кто хочет в разных направлениях в основном по отношениям между мужчиной и женщиной ну а также я бы хотела вот сейчас поскольку у меня такой богатый жизненный опыт мне никто ничего не давал бесплатно никто ничего мне там легко мне не давалось у меня нет знакомых на телевидении у меня нет родственников там связей я все сделала сама я всего добилась сама и я расскажу как я к этому пришла в процессе того как я буду вам давать советы рассказывать я буду говорить как делала все я я впервые расскажу себе обычно я не рассказываю себе но это я решила уже рассказать так кому-то финансы так вот любовь отношения так я вижу добрый вечер фильм понравился смотрела с удовольствием вот кто-то уже смотрел сериал сны там 30 серий можете посмотреть есть такой рутуб не youtube а рутуб потому можете глянуть также в группу я сбрасывала кто есть моей группе я сбрасывала ссылочку на фильм смотрели вот да я прекрасно понимаю украинский язык но поскольку нас смотрят люди русскоязычные кто-то живет в казахстане кто-то в россии кто-то в америке во франции в грузии в армении для всех нас русский это язык международного формата если я щас буду говорить на украинском 90 процентов мне просто не поймут вот если вам удобно на украинском писать можете писать на украинском я вам буду отвечать так ну что поехали до пишите мне хоть хоть на английском я английский тоже по нему но лучше конечно на русском украинском чтоб этом не переводила вот русский украинский конечно да так ну что кстати что давайте начинаем тогда начинаем значит так вы заметили что даже вот кстати не то что заметили вы будут даже займитесь таким вопросом в качестве эксперимента и наблюдения возьмите несколько успешных людей богатых людей успешных у кого бизнес такой конкретный и вы обнаружите что у этих людей было как минимум пять попыток создать другой бизнес но он у них рушился вот например был человек создал один бизнес обрушился 2 3 5 и потом наконец-то человек создает уже такой бизнес который у него не рушится о чем это говорит все успешные богатые люди они проходили сквозь стерни к звездам они падали и вставали падали и вставали падали и вставали а кто упал и не встал тот ничего не добьется вот так если у вас какая-то неудача это наоборот хорошо значит это не ваше нужно эти друг другим путем либо применять что-то другое для того чтобы то чего вы хотите достичь она сработала вы неправильно это все делаете здравствуйте наталья здравствуйте вам тут к сожалению нет вашего имени так что еще хочу сказать есть такая техника потока слушали в левые 2 идут еще себе такую шпаргалочку сделала затем чтоб быстренько мы с вами это все прошли до состояния потока что это такое и вам для того чтобы достичь своей цели нужно находиться в состоянии потока это когда вы не боясь делаете то что вы хотите несмотря на то что кто-то что-то скажет кто-то будет смеяться кто-то вас будет отговаривать вы хотите этого и вы идите к этому не нужно конечно там продавать квартиру машину вкладывать нет я такого не делала нужно уметь рисковать но рисковать с умом и не слушать никого вот например даже я хочу привести в пример себя как я попала на телеканал тв3 я работала как бы у меня была моя работа где я работала в компании потом я вышла замуж родила ребенка и конечно в компании уже не попала потому что я не знала куда мне деть ребенка и думаю ну так раз такая ситуация раз ребенок со мной я его оставить не могу мне жалко то значит что мне нужно найти себя может быть я где-то буду работать удаленно да вот как-то или свое что-то создам и у меня был стоящий я создала свой сайт я там разместила информацию о снах потому что мне тема снова всегда интересовала я ее занималась и занимаюсь до сих пор и этот мой сайт заметила компания тв3 представительство было в киеве вот мне позвонили пригласили на кастинг говорят вот у нас будет кастинг проект сны но пока непонятно это что будет передача это будет фильм непонятно я приехала на кастинг ну как мы знаем за если кто был на кастинге камеры стоят вот съемка вот идет задают вопрос а мне нужно было отвечать как бы непринужденно вот я прошла кастинг мне позвонили сказали все великолепно вы нам подходите сто процентов но есть маленькая но никто из телезрителей не поверят что такая молоденькая девочка может столько всего знать просто я выгляжу на многому намного моложе чем не есть на самом деле ну это реально может потому что у меня такая смазливая внешность вот и сказали так вы будете работать как эксперт меня изначально хотели взять в кадр но потом решили что я буду экспертом за кадром ну а эту роль сыграла замечательная актриса яна лихович она говорила моими словами то есть все вот эти трактовки с но все то все то она говорила это я для нее мои слова писала для нее я а все остальное писали сценаристы вот и вот что я хочу сказать я когда узнала об этом естественное сказала маме можем у своим близким людям и что самое интересное они сказали нет какой телеканал кому-то там нужна кроме тебя куча народов они что никого не найдут кто-то такая вообще не тебя никто не знает кому-то там нужно я их не послушала я все равно поехала я держала это в тайне я не призналась я уже призналась тогда когда меня уже взяли более того этот фильм вышел в эфир и еще у меня был контракт я составляла приложение для мобильных телефонов которое называлось сны я не знаю есть она сейчас или нет но было самое интересное что родные люди должны поддерживать но они не то что не поддержали не даже создали против меня такую коалицию мой муж и моя мама вот все нет и все там такие у меня козни устраивались я не так приходилось ловко и обманывать рассказывать что нет я не еду на съемки я не еду туда-то я это но потом когда я уже стала приносить деньги они поняли что у все таки и взяли у всех у нас стереотипы что в телевидении попасть нереально там или любовники и чьи-то или родственники кумовья сваты и так далее но это не так если вы интересны то вас возьмут так осталось только разместить информации своих снах на тв3 о своей смысле о своей не поняла вопроса зачем на тв3 размещать свои сны но если выйдет в ноги как бы я узнавала что они уже такой проект не будут делать если они создали раз как бы всем понравилось и все вот это что хотела вам еще сказать кстати если вдруг то что вы будете создавать например то что вы решите например какой-то бизнес до какое-то дело либо что что вам нравится если вам будут что-то советовать и вы будете понимать что это не ваше вы должны принимать советы у того человека кто компетентен данном вопросе если человек этот некомпетентен то его слушать бесполезно его все советы это 0 понимаете нужно воспринимать советы тех кто знает о чем вот например кто действительно в этом бизнесе был и он говорит о вас например отговаривает либо наоборот вам дает какие-то советы вот и что хочу а вы еще кстати кому интересна тема хейтеров тема хейтерства вот если вы блогер например в тип это сплошь и рядом вот это хейтерство какие-то комментарии какие-то ну я сталкиваюсь мне допустим периодически что-то вот пишут то хорошее пишут то какой-то бред не пишут то старается уколоть но я вообще как-то мне знаете вы куку шанель говорила когда у меня не останется врагов я пойму что я ничего не стою то есть пока есть недоброжелатели значит я понимаю я все делаю правильно кого-то я очень сильно раздражает хейтерство в психологии есть такое понятие как бабулинг бабулинг это как бабушки возле подъезда сидят щелкаю темечками кого-то обсуждать вот это хейтерство человек который лично с вами не знаком он в принципе не может испытывать по отношению к вам ненависть неприязни это невозможно если он испытывает такие чувства то это имеет отношение не не к вам а к нему значит вы в чем-то лучше этого человека это просто раздражает распирает и он не может с этим смириться если этому человеку например кого-то жаль или вам кого-то жаль то вы считаете что этот человек ниже чем вы и вы его пожалели но если человек успешен и есть какая-то злоба к нему либо к тому что он говорит это означает что человек считает что тот кто это говорит он лучше и это безусловно раздражает это определенная зависть и еще хейтеры это глубоко несчастные люди если у человека в жизни все хорошо он не будет закатывать скандалы он не будет ни с кем ссориться он не будет писать неприятные вещи ему не до этого понимаете так сейчас у нас тема как достичь успеха будьте добры посмотрите как называется тема и послушайте то о чем говорю я я даю советы как достичь успеха в бизнесе в работе в личной жизни и еще что немаловажно так хотела сейчас про финансовый бумеранг рассказать давайте немножко перес перескочу здесь смотрите какая есть загвоздка если например мы имеем ввиду отношения между мужчиной и женщиной вы хотите вот создать счастливые отношения говорят вот есть такая фраза не сошлись характерами на самом деле никто не может ни с кем сойтись характерами все мы воспитываемся абсолютно в разных семьях все мы живем разными ценностями да несомненно будет человек который духовно в чем-то будет похож на вас в чем-то там тоже но на самом деле это по сути разные люди разные культуры да а если человек иностранец нет такого понятия не сошли с характерами есть другое понятие неправильная коммуникация просто вы неправильно подобрали коммуникацию но это не потому что вы плохой ли вы плохая просто этому никто никогда не учил ни в школах не в институте меня этому не учили я к этому пришла сама и у меня были еще наставники и кстати очень важно иметь наставника вот что вы там пишете иногда бывает люди не знают а начать так как нужно начать можно навредить здоровье других это что вы хотите начать вы хотите какой-то завод открыть что он может навредить здоровью других можете как-то конкретно написать либо вы имеете ввиду что страх никогда ничего не бойтесь никогда если вы хотите это делать вы делаете вот я захотела я уволилась с работы я стала работать сама на себя она знаете как когда у вас пойдет вот такая струя вот что в чем-то повезет в маленьком сразу начнет вести абсолютно сразу и еще заметьте важное что хочу сказать именно запомните важно никогда не жалейте денег на свое обучение на как у получения какой-то услуги то есть человек который их ищет все бесплатно нет я имею ввиду вообще ничего смотрите ютуб тикток инстаграм много бесплатной полезной информации но настолько информации этой много что лопается голова и везде она разная и человеку там услышал там урвал там там и у него как бы каша правильно кто-то может это создать воедино а кто-то не может вот и важно если вы например обращаетесь я знаю что мне пишут ой наталья здравствуйте я хочу вам обратиться там но у меня сейчас нет денег вот и мне бы лично было бы стыдно такое говорить там нет или там ой а вы сделаете мне дешевле там если вы ищете выход из какой-то ситуации если вы хотите решить проблему в личной жизни в бизнесе в работе и вам жалко денег либо вас их нет у вас их никогда не будет поверьте никогда потому что если вы хотите достичь успеха нужно за это платить да вы можете получить бесплатную консультацию есть и специалисты я одно время практиковала бесплатной консультации но почему я с этим завязала потому что человек который получает бесплатно над на этом уровне остается он не развивается вот все что бесплатно это вот так в никуда путь в никуда приведу вам такой пример два года назад я решила повысить свой профессиональный уровень в одной компании которая находится в россии и я прошла обучение обучение длилось полгода месяц обучения составлял десять тысяч рублей за полгода и заплатила шестьдесят тысяч это где-то сколько двадцать две тысячи гривен либо доллар сколько что в долларах восемьсот что ли да ну где-то там будем считать восемьсот для меня эти деньги лишними не были мне на тот момент очень нужен был новый мобильный телефон я его не купила я тратила деньги на свое обучение на повышение своего профессионального уровня я вложила в себя причем руководитель этой компании который руководил это мой знакомый конечно я могла сказать ой вы знаете мне нету денег ой а может вы мне скидочку сделать я такого не говорила потому что я понимала если я буду наравне со всеми с равными условиями я получу все на сто процентов даже на тысячу да безусловно он для меня делал различные скидки акции что-то давал мне бесплатно но это именно его инициатива понимаете если вы хотите достичь успеха вы не не просите бесплатно вы не ищите бесплатных путей платите столько сколько вам надо да и эти деньги для меня для семьи совершенно не были лишними поверьте но я вложила их в дело я вложила их в себя как когда вы ищете что было все бесплатно и просто вы на этом уровне и останетесь абсолютно точно останетесь и еще что хочу сказать давайте я расскажу про технику финансовой бумеранг и потом я вернусь к вопросам да техника финансовый бумеранг как она работает она реально вам даст приток денег внимание финансовый бумеранг как работает данная техника когда вы платите за какую-то услугу либо за какой-то товар немножко больше чем надо но немножко там на пару рублей пару гривен больше вы едете в такси вам говорят одну сумму вы чуть больше заплатили вы расплачиваетесь в кафе в магазине вы чуть больше платите понимаете и тогда вам эти деньги будут возвращаться старицей вы сможете найти хорошо оплачиваемую работу неожиданно раз и вам дадут потому что это бумеранг это финансовый бумеранг вы обязательно получаете больше не считаете копейки не считаете вот до одного рубля до одной гривны все отдам нет вам обязательно нужно использовать эту технику финансовый бумеранг я это использую то есть я говорю то что я делаю что действительно сработало потому что бумеранг работает во всех сферах сделали кому-то хорошо вам вернулась добро сделали кому-то плохо вернулась вам плохо а финансы бумеранг заплатили чуть больше и вам вернулась чуть больше так давайте сейчас перечитаем что там пишем пишите точнее так движение которое показывает а он белых давайте так я не понимаю вопроса что за движение напишите конкретно я хочу создать свой бизнес но против там муж или там вот что-то вот конкретно понимаете вы пишете так что я не понимаю это вы знаете вас никто не поймет еще научитесь формировать правильно свои мысли если вы не научитесь формировать свои мысли то вы не сможете сформировать свою жизнь правильно так давайте или все все настолько заворожены всем интересно я тогда поехала дальше да если вы хотите смотрите еще важно если вы слушаете наставника и будете спорить то у вас никогда ничего не получится вот у меня есть кстати был случай обратилась ко мне одна женщина и рассказала ситуацию с мужем я говорю так в этой ситуации вы его унизили здесь вы его обидели здесь вы повели себя как истеричка и она начинает вы что нет я не унизила я просто сказала свою точку зрения это это и думаю ёлки-палки но я же за тебя ну чего ты вот это я поймете моя задача вам помочь если вы будете со мной спорить будете что-то доказывать у вас никогда ничего не получится то есть научитесь относиться с уважением к эксперту который вам рассказывает вам нужно молчать и слушать молчать и слушать вот у меня был наставник были моменты когда я не соглашалась но я понимала что человек с опыта и я делала все бездоговорочно еще пример у меня есть одна клиентка моя вот сейчас мы с ней работаем она возвращает своего любимого мужчину когда она меня слушала слово в слово там он не написал и она мне пишет что мне написать вот вот это отвечать а потом и говорит так а теперь вам ему вообще ничего не писать он звонит крюнет пока не берите трубку потом возьмите потом это скажите то есть полностью вела человека все не прошло месяц он уже стал к ней возвращаться потом она слушала меня через раз затем какие-то контакты вступала с ним без меня я бы решила делать а я захотела то есть она она расслабилась она подумала что она сможет и в итоге она не слушала меня делала все сама что произошло он нашел другую а теперь мы работаем над тем чтобы этой другой не было вы понимаете насколько важно слушать своего наставника насколько важно доверять если я рассказываю здесь то я рассказываю это не просто так не так что я села и решила не приснилась я вам тут рассказала я вам рассказываю все что основано на моем жизненном опыте вот так что еще дальше будем финансовый гумеранг рассмотрели состояние потока рассмотрели давайте может быть у вас вопросы какие-то будут прежде чем я дальше буду двигаться или у матроса у нет вопросов моя любимая фраза то есть что важно учесть следуйте своим желаниям если кстати у кого-то есть сложности с работой например не ценит начальство два ну так бывает не ценит бывает так что это связано с какими-то человеческими качествами может быть ваше начальство боится вас похвалить боится может быть вы займете его место я знаю что мы есть моя клиентка у которой начальница она и и постоянно пинает постоянно гнобит потому что она видит что она сильна и она умнее вот что может быть в таком случае как нужно общаться с начальством не нужно спорить нужно говорить да 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 я поняла да все исправлю к они да вы правы безусловно да вы очень мудрый человек я уважаю но это вы говорить должны не теряя собственного достоинства если вы начинаете пресмыкаться вот это показывать что я вас уважаю у вас ничего не получится вас просто будут не буду считать за человека как шестерка какая-то вы должны не терять своего лица но в то же время относиться с уважением таких людей уважают и любят так секундочку люди которые пишут и идут в бан все я блокирую тех кто здесь пришел от нечего делать то здесь находятся те люди которые действительно хотят получить знание хотят изменить свою жизнь к лучшему а еще что я хотела рассказать может быть вам это поможет а есть кстати такие кто хочет начать свой бизнес у кого его еще нет напишите я тоже расскажу как я к этому пришла и я на самом деле столько в преград прошла столько недовольствий столько я где-то раз пять точно в своей жизни падала причем падала очень серьезно но я поднималась и говорила не дождетесь не не дождетесь я все равно сделаю так как я хочу так хотели бы да что важно в бизнесе прежде всего вы должны заниматься тем чем вы хотите не то что сейчас популярно но если ваше желание совпадут с тем что сейчас популярно это конечно здорово вам необходимо что подумайте что бы вы хотели вот конкретно например вы бы хотели может быть какие-то у вас свои услуги может быть вы делаете там вкусные пирожки печете либо вы можете быть репетитором для школьника у сына у нашего у него репетитор кстати мужчина молодой мужчина по английскому и по математике знаете такие два разных предмета и он прекрасно справляется и не замечательно ладят кто-то например из вас хочет какие-то услуги например кто-то может стать психологом почему бы и нет и что важно сейчас очень популярно и проще это сделать через интернет я расскажу как это делала я и что это вообще ну как это работает прежде всего вам нужно создать свой сайт далее для того чтобы сайт этот работал чтобы он был на первых страницах в поисковиках конечно будут компании вам предлагать раскрутить этот сайт как это делала я у меня одна у меня такие очень много хороших знакомств у меня одна девочка знакомая которая рассказала как я могу самостоятельно раскрутить есть такой сайт узнаю два один запомнила вы задаете по-моему руки но только руки написано на английском r2o и ki по-моему так то есть вы закупаете ссылки менеджер в этой компании вам расскажет то есть вы просто самостоятельно тратите деньги только на ссылки это получается достаточно дешево если вы обращаетесь в компанию вы платите ровно в 10 раз больше в 10 вот таким образом если вы будете ссылочки покупать каждый день там ничего сложного нужно раз это все сделать а потом просто там галочки утром проснулись галочки поставили вечером тоже галочки поставили абсолютно не очень сложно и в течение 6 месяцев ваш сайт попадает в топ-10 в поисковике в яндексе в гугле дальше что еще кстати я когда делала сайт у меня как я работала в интернете работала еще мы с подругой открыли офис в центре киева там работали и однажды у меня взломали сайт то есть можете представить что я полгода его раскручивал он попал в топ-10 у меня пошла работа клиента все нормально то есть я платила еще аренду офиса муж был против он ни копейки не давал то есть вы понимали он сказал так сиди дома те что мало денег я приношу сиди дома или хочешь работать пожалуйста иди в какую-то компанию к дяде работа я говорю нет не хочу то есть я такой человек что мне нужна свобода я должна сама все делать так вот и взломали мой сайт я открываю свой сайт у меня ничего нет вообще ничего голый просто я быстренько звоню в компанию у кого у которой мой сайт на хостинге они говорят что хорошо что я позвонила сегодня потому что у них информация на сайте моем хранится ровно сутки они мне восстановили если я позвонила завтра топ все кстати работа полгода но что произошло не то восстановили но мой сайт упал в рейтинге конкуренты постарались понимаете то есть упал мой сайт у меня не стала ни работа ни одного клиента не стало вообще но и разве это меня остановило нет я устроилась на работу поняла что мне нужно работать и устроилась я куда на телевидении телеканала бы хотя у меня не было журналистского образования у меня два образования высших на журналистского нет но на тот момент я уже издала свои книги я уже писала статьи и меня взяли как человека который может принести прибыль и пользу телекомпании вот и так так что там пишем я не знаю как тут писать вы не просите написать я не знаю как писать в ю тубе я знаю как писать здесь я не знаю а еще кстати насчет интернета от насчет ю туба вам скажу youtube instagram сейчас это платная платформа то есть вам нет вы можете вам никто не должны платить деньги если вы регистрируете все бесплатно регистрируйте ставите свои ролики но эти ролики не попадают рекомендации точнее они стоят в самом самом конце для того чтобы ваш ролик попал в рекомендацию в ю тубе вам нужно платить за него деньги рассказать сколько стоит ролик ю тубе один десять тысяч просмотров в ю тубе составляет 140 долларов 100 долларов гуглу и 40 за работу 10 тысяч просмотров можете себе представить в ю тубе то есть если вы видите у кого-то там миллион просмотров хотя у меня кстати ролика 34 там есть миллионники но за них и не платила не как-то вы выстрелили потому что это было до 2019 года это новшество в ю тубе с 2019 года если вы хотите создать свой бизнес то с ю туба не начинайте либо если начинаете там нужно будет очень-очень много вложить но не факт что она поможет вот у меня канал в ю тубе до 2019 был года создан вот сейчас вот такая фишка и в инстаграм кстати тоже кто есть в инстаграме вы же понимаете что там количество людей вот если тик ток в тик токе здесь пожалуйста милости просим здесь пока еще бесплатно вот так что можете использовать и когда вот эти до совета дают как сделать свой ролик чтобы он был популярен в ю тубе то деньги платить надо ролик вас будет самый интересный самый лучший но если вы за него не заплатили вы не будут видеть и будет видите единицы это не не идите на вот эти тренинги даже бесплатный не тратьте на это деньги на то как раскрутить канал в ю тубе это просто потеря времени я вам говорю для ю туба нужны деньги вот и все так что еще какие вопросы какие вопросы а вот еще насчет бизнеса да кто хочет создать бизнес конечно делать в интернете я вам хочу сказать сейчас такое время когда я была молодой девчонкой и ну такого не то что интернет никто даже вообще слова такого как интернет не существовало вообще был телевизор несколько каналов и там и радио ну все я помню себя я даже помню этот момент я закончила школу поехала после школы в сочи к своим родственникам и значит лежу на пляже и у меня плеер вот этот слушая музыку и меня уже в голове вот эти клипы помню была популярная песня позови меня с собой пугачёвой это написала татьяна снежина вот и я слушала эту песню я представляла эту песню совершенно не так как ее показали вообще не так я как бы я представляла для меня это было на уровне фантазии думал вот если бы я смогла монтировать этот клип я могла так 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 для меня это настолько было не это такая розовая нереальная мечта я даже представить не могла что я через много лет буду заниматься монтажом я буду снимать свое у меня будет техника у меня будет видеокамера full hd формата у меня будет несколько этих ламп у меня будут два телефона у меня будет и то и то и то я не даже представить не могла что я вообще этим буду заниматься что вообще у меня будет программа по монтажу на которой я буду это все делать да я могла бы конечно кстати нанять человека потому что у меня реально у меня такая загрузка в каждый день но я никому не доверяю я должна делать это все сама монтировать я чувствую каждый ролик я чувствую каждую музыку я чувствую каждое свое слово как и должна это подать так как начинать бизнес в интернете так и я же вам говорила начинать как сайт начинать нужно с сайта я же уже сайт ваших товаров или услуг сайт этот нужно на него покупать ссылки не обращаться в компанию и платить а кстати о кто хочет кстати есть у меня одна компания я могу даже ссылку сбросить называется мир алингс не не знаю правильно ли сказала и как она запомнили ли поняли ли вы кто хочет может написать мне в личном сообщении я вам сбросишься ссылку на этот сайт в чем состоит прикол вы пишете статьи и эти статьи размещается на разных площадках с вашей ссылкой на сайт либо если вы не можете написать статью вы выбираете электронный журнал интернет журнал где будет эта статья и для вас эту статью напишут она будет чуть дороже если каждую неделю писать статьи упоминать свой сайт то ваш сайт созданный вами новый он появится у вас как бы в топ 10 очень быстро там буквально месяца три и он уже станет популярен если у вас есть канал youtube тик ток инстаграм то можно делать ссылочки это нужно делать каждую неделю две три статей каждую неделю это работает кто кто хочет я вам напишу сброшу на телефон вайбер ватсап как это сделать заходите на мой кружочек вот видите да мой аккаунт в центре будет сайт вдохновение . киев . ю заходите туда красным выделен мой телефон это вайбер ватсап телеграм напишите мне я вам сброшу ссылку этой компании где вот когда вы создадите сайт и будете писать свои статьи там вам менеджера подберут вам менеджер подробно все расскажет он за вас даже создаст вашу рекламную кампанию и это будет вам стоить десятки раз дешевле чем если бы кто-то за вас это делал вам нужно раз понять а дальше это все вас пойдет быстро быстро так да напишите да кто хочет чтобы с рука руки да я вам тоже сброшу кто хочет получить напишите кто смотрит в ю тубе в ю тубе будут мои контакты внизу под видео напишите я с удовольствием вам отправлю и вы будете знать вам вас хотя бы будет выбор ваш ну как вам делать как закупать ссылки или не закупать вообще если вы создаете что-то вам нельзя бросать даже если вы понимаете что в месяц два три четыре работайте в пустую не останавливайтесь работайте дальше работайте может быть по-другому либо знаете что когда-то она выстрелит у меня она очень не скоро выстрелила мне нужно было больше времени для того чтобы он выстрелил проект нужно вкладывать большие деньги но я считаю что большие деньги вкладывать это глупо лучше минимальные затраты но вы вы на сайте как научитесь делать все сами вот я когда проходила обучение вот полгода я научилась сама делать много разных вещей в интернете в программы научилась там сама там делать то-то то вот потому что я понимала я лучше сейчас заплачу большую сумму для меня и на тот момент денег чем я буду платить какой-то компании каждый месяц бесконечно то я полгода проучилась меня научили а это я буду постоянно бесконечно кому-то платить понимаете лучше так лучше раз научиться и потом вот идти дальше либо кто хочет чтобы создать счастливые отношения кто хочет чтобы понимать партнера кто хочет любить и быть любимым вам нужен наставник в любом деле нужен наставник потому что когда человек думает что справиться сам он не справится поверьте бывает так что я как специалист казалось бы да я понимаю все классно психология понимаю но бывает когда у меня возникает какая-то ситуация и я теряюсь теряюсь реально у меня есть одна моя подруга которая написала игры правильно ли я подумала правильно ли я сделана в принципе права но я бы вот так вот так то есть память и мне даже нужен тоже наставник хотя я человек с опытом а если вы не являетесь психологами если вы не являетесь опытными бизнесменами вам обязательно нужен такой человек и кстати я бы хотела сейчас предложить вам одну вещь очень нужную это мой видео урок который называется как при помощи гормонов и жестов управлять человеком хотите получить от меня этот видео урок по стоимости это триста девяносто рублей сто двадцать гривен либо пять евро кто хочет то есть вы что сможете вы сможете благодаря этому уроку управлять своим руководителем знакомым мамой и папой мужем женой главное понять принцип как это работает и как что надо с этим делать потому что все мы принимаем решение на основании не логики а эмоций правильно а эмоции это наши и гормоны и жесты это не вербали к как можно жестами когда мы говорим уже стиль жестикулируем а если жестикулировать с умом каким-то образом куда-то пальчик там это что-то и вы можете таким образом управлять человека вот а еще кстати хотите расскажу вам историю одна моя знакомая раз когда я вот она мне прошла обучение на то есть она была знакомая потом стала клиенткой теперь снова знакомы вот так она обратилась ко мне с тем что работа у нее невыносимая просто с начальством но горит мне нужно работать потому что как бы у нее такая ситуация у нее мама заболела и муж без работы остался он там что-то нашел что-то в общем и короче сложная ситуация ей нужно было работать еще там трое детей было приписать и трое детей все тяжело вот и на работе еще гнобили я научила ее как правильно взаимодействовать с руководством а руководство что же знаете не дурное тоже ж какие-то тренинги шану прах проходит поймите люди которые стоят президенты стран руководители мэр и все у всех у них есть наставник их всех учат особенно за те чему их учат красиво правдиво врать вот так да есть психология лжи и это психология учит так обманывать чтобы люди просто был люди были как зомбированы и итак к чему я говорю о том что было собрание и она встала и нужно было какую-то речь произнести она говорила она как бы хвалила свое руководство да она что-то хорошее сказала а потом она как бы рассказала о своей работе и про кого-то я уже точно не помню но факт он что она говорила про какого-то другого человека а жест она делала в сторону своей начальнице вот там определенный жест был и когда это собрание заканчивалась то комиссия которая там сидела они стали очень злобно настроен как бы они были очень злобно настроены к ее начальнице и никто не подумал что это ушло от нее а это ее была задача я ее научила как сделать так чтобы комиссия была на вашей стороне там была такая очень сложная ситуация и в итоге эта начальница ушла с этой должности вот так моя конечная клиентка она не стала на сторону начальницы но а ее повысили но как бы зарплату прибавили но фону как бы она сознательно никого не допила она защищала себя она имела право то есть понимаете да ни слова плохого не сказала наоборот комплиментов наговорила говорила про другую ситуацию определенными жестами невербальными она показывала туда вот так но это просто нужно знать не так что вы рассказываете про кого-то кому-то а тут нет так не так нельзя так нет так так что там что там пишите интересно так а кто хочет получить мой рассказал слушайте про урок значит так урок видео урок как при помощи гормонового жеста управлять человеком как это можно получить заходите на мой аккаунт кружочек попадаете на мою страничку в центре будет сайт вдохновения . киев . юэй нажимаете туда и и красным цветом и красным цветом выделен мой телефон вайбер ватсап телеграм вот туда пишите что здравствуйте мне нужен урок по акции я вам отправляю этот урок этот урок находится в закрытом доступе в закрытом кто смотрит в youtube внизу будут мои контакты также в чате прямого эфира вот урок как при помощи гормонов и жестов управлять человеком стоимость 390 рублей либо 120 гривен или 5 евро обращайтесь вы получаете и смотрите еще как это для чего я это предлагаю для того чтобы вы вложили минимальное количество денег минимальное для того чтобы двинуться вперед чтобы пойти вперед если вы будете постоянно экономить и говорить нет у меня сейчас нет денег я вместо того чтобы купить например пирожное я куплю себе например мороженое потому что оно дешевле у вас никогда денег не будет вам нужно привыкнуть к другой жизни если вы любите тирамису например не покупайте тирамису в дешевых кафешках покупайте в дорогих ресторанах и у вас будет стимул находить деньги потому что когда вы себя там ущемили там и ущемили ну вроде как неплохо я и живу вроде нормально но вы никогда не будете развиваться а когда вы будете понимать что вы то хотите вы это хотите и вы без этого не сможете никак то вы естественно что происходит у человека он начинает искать пути как зарабатывать деньги а когда человек понимает что мне это не надо если зачем мне наставники следом в интернете себе найду что-то бесплатно ничего не получится ничего не будет это уже проверено так то что мне пишет классы поставил кто-то то есть я говорю о том что не экономьте на себе если вы будете экономить на себе вселенная будет экономить на вас она не будет давать вам возможности она не будет давать вам нужных людей которые могут встретиться в вашей жизни так макароны да кто-то любит французский десерт вот пожалуйста как раз вот дорогой десерт кстати этот десерт стоит дорого достаточно и просто в обычных кафешках в эти кофейне покупайте себе потому что если будете экономить ой вместо макарона я куплю там себе что-то там ничего не куплю там да воды куплю ну ничего у вас не будет тогда то есть нужно так у меня как была ситуация давно-давно еще когда я была совсем молодой юной девочкой я искала себе работу и я подбирала так вот эта работа подойдет мне больше потому что здесь больше платят потому что мне надо то-то-то-то-то вот или я могла бы работать где-то поменьше зарабатывать меньше у меня было бы больше свободного времени а вопрос зачем мне это свободное время если я поставила цель научиться чему-то а на любой работе на которой вы работаете вы чему-то учитесь пока вы не замужем не женаты пока у вас нет детей стремитесь развивайтесь развивайте себя по максимуму впитывать просто по максимуму я допустим даже вот сейчас да вот у меня семья у меня ребенок и я работаю очень много потому что для меня страшно это если я не буду работать если я свой мозг не буду занимать одно время даже спасибо это про меня экономия на себе вот видите если вы экономите на себе то вы себе энергетически перекрываете путь в лучшую жизнь вам просто вселенная не будет давать возможности может для кого-то это будет смешно но вы проверьте это как только вы начнете себе покупать тот десерт который вам нравится вам будет вселенная давать вы сможете познакомиться с каким-то нужным человеком вам неожиданно предложат там что-то и в любом случае вы перестанете лениться потому что экономия она порождает лень ой я не могу у меня сейчас не денег и сидим да ровно на попе а когда жареный петух в попу эту клюнет что вообще нечего будет есть все ой а что делать сразу начинаем искать да а начните сейчас Наталья здравствуйте здравствуйте так что еще вам рассказать что-то я какую-то мысль развивала развивала и как-то недоразвивала так ну пишите пишите вы кстати знаете что вы должны привыкнуть к другому образу жизни вот например я да вот я расскажу никогда не рассказывал про себя вот впервые расскажу я не люблю про себя рассказывать я выросла в достаточно обеспеченной семье мои родители владели ювелирной компанией мой отец был директором ну этой же компании ювелирной в 90 я не знаю что такое сложности как говорю ой кризис 90 я об этом не знаю ничего то есть мы везде ездили на различные курорты ну у меня было все то есть все что я хотела у меня было все я привыкла к такой жизни и когда я выпорхнула из родительского гнезда я стала жить сама то конечно я столкнулась с реалиями жизни что мне никто ничего не даст а мне отец сказал так мы тебе дали все что могли теперь сама и вот это правильно было и я стала всего добиваться сама у меня был период когда я не знала как свести концы с концами я не знала реально хватит ли у меня до конца месяца вот этой зарплаты чтобы мне прожить чтобы мне не голодать ну вот я даже экономила на еде но поскольку я была специалистом молодым меня не брали в компании где платили много денег и я развивалась сама я вступила в одну ассоциацию молодежную ассоциацию с руководителем этой ассоциации мы дружим до сих пор уже прошло много лет и я там вносила туда взносы потому что каждый член ассоциации вносил свои взносы опять-таки бесплатно мне никто не учил мы вносили взносы и мы там обучались как молодые специалисты вот то есть нужно если даже у вас нету денег толком на еду на существование тратьте на себя тратьте на свое развитие когда вы потратите деньги на себя то поймите поверьте вы сможете заработать гораздо больше я постоянно учусь чему-то я помню что я решила сама изучить авторское право поскольку у меня второе высшее образование юридическое и для меня очень интересна область авторского права регистрации торговых марок и помню мы поехали отдыхать за границу по-моему в Турцию так кто там занимается ерундой кто это все пишет давайте так если еще раз вот такое вы сделаете я просто вас заблокирую ладно вот и значит мы поехали в Турцию отдыхать и я купила книгу сижу изучаю мне муж такой говорит слушай не строй себя самым умным все романы любовные читают а ты читаешь авторское право ну а я реально читала потому что мне нужно мне интересно было в захлеб на данный момент кстати я еще кто не знает я еще кстати сейчас кроме того что я тренер я психолог я сомнолог я еще и занимаюсь регистрацией авторских прав все свои проекты я регистрирую все те что я выпускаю я сама это регистрирую в определенном ведомстве в институте интеллектуальной собственности кто также ко мне обращается с просьбой зарегистрировать авторские права торговые марки получить патенты я тоже это все делаю у меня есть мой постоянный клиент мы с ним работаем уже 7 лет он гражданин Франции на Украине у него свой бизнес я постоянно каждый год регистрирую по несколько раз авторское право торговые марки ну это мне интересно то есть я делаю то что мне интересно и когда вы будете делать то что вам интересно вы будете получать за это деньги да может быть работа которая неинтересна я знаю что есть такие люди которые работают чтобы получить деньги и деньги получать достаточно хорошие но бывает график работы плохой там с 7 утра с 8 там или там до 11 ночи но зато человек получает деньги и он доволен ну понимаете для него работа превращается в каторгу да вот как немцы брали в плен наших людей и вот там работали плены ощущение у человека типа такого да я заработаю себе да но я не получу удовольствие наоборот эта работа это ад приходишь туда в аду и за ад получаешь потом деньги вот но я не берусь осуждать каждому свое может быть бывает так что человек в принципе не может создать свой бизнес потому что вот он не умеет он привык работать на кого-то привык а кто-то например как я как вы да кто-то хочет например создать для кого-то лучше сделать свое и получать удовольствие от того что вы делаете там спасибо вам просто всех похоронила осталась одна я вам чувствую искренне на самом деле вы не одна смотрите сколько с нами людей здесь с вами я с вами интернет с вами люди и хорошо что есть интернет вот когда интернета не было а представьте если вы жили ли 20 назад действительно может сказать что вы остались одна я с вами я общаюсь вы задавайте вопросы я буду вам отвечать так что еще ну что еще хотим спросить кто хочет получить какой-то мой совет пользуйтесь моментом я сейчас раздаю советы бесплатно вам рассказываю делюсь опытом так благодарю за лайк тема как достичь успеха что хочу еще вспомнить когда вот есть такая фраза не было бы счастье да несчастье помогло это у меня постоянно сплошь и рядом когда мой сайт взломали и когда мне пришлось закрыть офис потому что мне платить нечем было а муж был против муж вообще ой круто ты закрываешь сайт я вначале думаю что он мне сайт взломал а потом я понимала что он у него не не обладает он такими знаниями по взлом чтобы взломать сайт просто конкуренты а вот это мне потом сказали откуда с какого города я примерно узнаю ну я ничем не могла предъявить но думаю взломали взломали так вот и я пошла работать на телевидении на телеканал СТБ я пошла работать работала там два года без выходных и ненормированный рабочий день я уходила в восемь без пятнадцати восемь я выходила потому что нужно было ребенка в школу завести а могла приехать домой это хорошо что я приезжала в восемь вечера это в лучшем случае а так в одиннадцать в двенадцать бывало и в час ночи потому что если съемочные дни а съемочные дни были по четвергам и пятницам то там как поставят меня в какой день когда съемка бывало что снимали меня либо я была за кадром я в микрофончик такой говорила в отдельной комнатке писала сценарий и человек который говорил моими словами это были психологи экстрасенсы кстати экстрасенсом я писала сценарий все говорили моими словами я им шептала вот и работа была интересная денежная да я зарабатывала хорошо но я не видела своей семьи вообще первый второй класс ребенка для меня прошел незаметно вообще я знаете как мама кукушка я видела ребенка только утром вечером когда он спать уже ложился ребенком занималась няня и моя мама день мама день няня забирали его занимались но не я и конечно же я понимала что все так не может больше продолжаться семье нужна мама жена вот и я уволилась и как уволилась и как уволилась даже пошла зависть потому что мне стали брать на съемки как эксперта и естественно пошла зависть в кругу сценаристов я же работала сценаристом а как от почему ее берут почему меня не берут ну вот такое знаете такой в коллективе это две тысячи семнадцатый год вот и вот семнадцатого года я вот уже работаю ну как бы я до этого тоже параллельно работала я писала книги я издавала свои книги я проводила презентации я принимала клиентов ну как бы постольку поскольку у меня было время свободное а теперь кстати у меня какая лафа у меня столько времени появилось я могла планировать я могла клиентов записывать на разное время вот вот так благодарю тяжело очень да согласна вообще я хочу сказать что когда мы теряем близких то мы теряем их не навсегда мы все равно когда-то с ними встретимся они приходят в наших снах обращайте внимание на свои сны так ну что что еще будем рассматривать вроде бы все а кстати кто хочет в пятницу я буду проводить шикарнейший прямой эфир секрет Клеопатры я расскажу какими секретами обладала Клеопатра для того чтобы соблазнять мужчин расскажу про любовный эликсир Клеопатры о приворотном напитке от Клеопатры будет вообще пятница у нас зашибись будет что называется вот а сейчас мы продолжаем общаться на тему как достичь успеха кто-то мне там уже пишет уже кто-то заказывает у меня урок так еще кто хочет заказать урок буквально несколько минут закончу эфир и вам с удовольствием вышлю видео урок стоит 390 рублей 120 гривен либо 5 евро как при помощи гормонов и жестов управлять человеком когда я рассказывала о том что я проходила обучающий тренинг да у своего знакомого я конечно много чего научилась и у меня произошла такая трансформация себя как бизнес-тренера как женщины кстати вот и когда вы вот для чего важно обращаться к специалисту решать какой-то вопрос причем я понимаю что у всех различный финансовый доход кто-то например может позволить себе быть постоянно у меня есть клиенты которые платят мне раз в неделю и я целую неделю мы с ними на связи я постоянно помогаю чтобы не ждать консультации у меня как бы в эсэмэс эсэмэс консультации так скажем и бывает так что не все могут но это не а бывает те как я последние как я последние отдавала когда только начинала свою взрослую жизнь без родителей я помню что туда отдала сюда отдала все я осталась без ничего практически без еды но зато я со знаниями какими была ну если вы вот настолько отчаянны как я вы можете конечно вот так если вы не хотите рисковать то можете то сделать можете делать так как вам удобно я подстраиваюсь под всех абсолютно людей кого-то я веду к результату мы с вами постоянно на связи но я всегда веду к результату кто-то хочет получить от меня индивидуальную консультацию разбор ситуации по разным параметрам я это делаю вот смотря у кого какая цель у кого какие возможности абсолютно под разные возможности вот я не не говорю что только я А нет боже упаси есть и другие специалисты которые можете меня послушать и обратиться к другим я абсолютно не против сегодня человек записывается а мы там завтра с ним беседу то есть по-разному бывает но я хочу сказать вам так если вы захотите если вы поставите цель достичь успеха вам нужно будет работать работать и работать и не останавливаться падать и вставать падать и вставать падать вы обязательно будете и главное никогда никого не слушать кто что там будет говорить абсолютно я помню мне папа мы сказал одну очень интересную мысль когда я стала как творчески работать вот особенно сны как я появлялась в эфирах телеканалов когда я рассказывала про сны и были люди которые восхищались а были те которые смеялись которые не понимали мне папа говорит слушай никогда не обращай внимание на тех кто смеется ты обрати внимание на выдающихся людей пушкин лермонтов знаменит такие вот люди да талантливые над ними всегда все смеялись но были обязательно люди которые смеялись проходят года проходят столетия те кто смеялся о них никто не вспомнит а вот эти которые развивались люди которые достигали чего-то о них помнят всегда то есть не нужно обращать внимание на тех хейтеров на это это настоящий бабулинг бабушки возле подида это психология называется бабулинг да пусть себе обсуждать если они обсуждают если они смеются значит они просто либо не компетентны в этом деле либо не просто вам завиду мои конечно родные уже успокоились они уже поняли что я зарабатываю что я могла стать кем я хотела и мама говорит я даже не думал я наоборот тебя хотел останавливать чтобы ты не разочаровалась чтобы вдруг если по тебе не получилось то бы очень сильно переживала игры мама если я хочу я буду идти на пролом это касается любой цели если я хочу я никогда не останавливаюсь вот я иду иду я упрямая до упрямство бывает так что он мне мешает но во многом помогает вот я упрямая поставила свой цель и я добьюсь этого я никогда не останавливаясь вот знаете что вы должны быть в своих целях как танк идти вперед что там пишем урок 390 как 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 правильно называется урок как при помощи гормонов и жестов управлять человеком то есть если вы хотите чтобы кто-то думал так как вы хотите либо кого-то в чем-то убедить помогут в этом гормоны жесты поймите логика не работает логика и вы никогда никого не убедите логически нельзя жениться потому что человек хороший потому что умный нет здесь только эмоции так и я вас научу как можно на какую кнопочку надавить что нужно сказать что нужно сделать как чего что вы понимали и руководили людьми кто-то пишет если идти можно в крымоте конечно можно куда угодно идти куда угодно язык до киллера доведет да не то что до киева до киллера это черный юмор потому что я хочу вам сказать я помню как я однажды пересекала границу ехала в гости в россии к своим подружкам а ехала на автобусе перед нами закрыли ворот и сказали будьте часов пять стоят сушки от харькова до белгорода там 80 километра 80 представляете что делаю я я беру свои вещи и иду пешком я еще три человека нас всего четверо было на встречает такой дядя вы куда сюда нельзя то только машины я говорю мне очень надо очень ей почему рассказала те кто с ним спорил то возмущался не имеете права пропустите их не пропустили а я та которая стояла говорил о вы знаете мне вот так куда жалко плохо если не пропустите такое время он проходить меня из четырех пропустили одну одну меня а те остались я пошла вот так главное вижу цель не вижу препятствий хотите все сделаете будете говорить о том что у меня нет денег у меня все плохо и вообще вы все вы должны мне бесплатно помогать вам никто ничего не должен так я когда мне говорят о бесплатно и слушать его когда приходите в магазин вы бесплатно берете продукты нет а почему вы решили что я должна бесплатно помочь вы знаете сколько денег я вложила в свое обучение и вообще да зачем из представить мне кто-то заплатил за консультацию и должна источник от отодвинуть и кого-то примет бесплатно мне с утра до ночи пишет по 20 по 30 человек ежедневно про бесплатно поймите можно было конечно могу работать бесплатно ну а зачем вы бы согласились работать бесплатно просто бесплатно вот на на благо людей так ну что я не знаю уже вроде бы все обсудили да то знаете одно используйте обязательно финансовый бумеранг платите за все услуги много дороже в такси идите платите дороже у бабушки пили заплатили чуть дороже если вам не дали сдачи не возмущайтесь скажите во славу божью откупаясь от своих несчастье кстати это очень хорошая мысль если вам не дали сдачи или какие-то копейки хотя они вам вообще роли не сыграет мысленно подумать это мой откуп за мою неудачу значит меня будет ждать удачи все идете с удачей вперед не жалеете денег на свое развитие никогда если вы жалеете денег и хотите решить проблему они хотите заплатить за это то вы никогда не решите все мы хотим простых путей дам большинству но я себе не говорю я иду сложным путем не ищите простых путей не ищите дешевого бесплатного до мои цены одни из самых недорогих я не ставлю за облачные цены они доступны для всех я делаю акции как сегодня я урок вот этот вот вам предлагаю по акции приобрести видео урок и то есть вам необходимо как не экономить на себе не будете экономить на себе будете ходить полнейшим неудачником либо неудачница вы хотите достичь успеха начните менять свою жизнь прям с этой минуты так ну что будем заканчивать спасибо и вам спасибо встретимся в пятницу на эфире для женщин девчонки буду вас ждать буду рассказывать вам про секреты клеопатры и скажу по секрету что я тоже была клеопатрой как где расскажу не сейчас пока это секрет пятницу секреты будут все открыты на все до новых встреч в эфире пока пока ваш наташа в эфире